Водить грузовой автомобиль намного сложнее, чем легковушку, поэтому нам кажется, что водители грузовиков более осторожны и внимательны, но в следующих видео мы убедимся, что так далеко не всегда. Что это, банальная человеческая глупость или просто невезение? Сейчас посмотрим и решим. Чаще всего грузовики не проходят под мостами, не рассчитав высоту, и этот является ярким примером того. Его сложило как гармошку, а все из-за невнимательности водителя. Считается, что наемные водители намного чаще попадают в подобные аварии, и взыскать какую-либо с них компенсацию практически невозможно. Но если в первом случае можно подумать, что всему виной невнимательность, то в этом видео кажется, что водителю просто наплевать. Был сильный и громкий удар, из-за которого осколки полетели на авто, что едет сзади. Но, к удивлению, фура продолжает движение, как ни в чем не бывало, и очень скоро вновь врезается, но уже так, что теряет перевозимый контейнер, и что вы думаете, едет дальше. Вот еще один пофигист, который вот-вот перевернется. Грузовик сильно кренится то на одну, то на другую сторону. Чем он только думает, можно решить, увидев это. Но в итоге, либо он большой везунчик, либо настолько хорошо чувствует авто, что балансирует у самой черты и не падает. Этот умник, вместо того, чтобы запрыгнуть в кабину, вдруг решил, что остановить грузовик своими мышцами будет ему под силу. О чем он только думал? Что он супергерой? То ли еще один пофигист, то ли действительно глухой, но это еще один пример, когда водитель, несмотря на грохот, едет дальше, как ни в чем не бывало. Этот случай даже не знаю, как комментировать. Похоже, что по этому мосту машина проехала в последний раз. Тот момент, когда понимаешь, что сейчас случится страшное и даже больно на это смотреть. Как можно забыть не опустить прицеп, сложно представить. К тому же, это далеко не одиночный случай. И во втором видео водителя пытаются предупредить сигналами, но бесполезно. А в этом случае прицеп нанес особенно много ущерба. Следующий момент не для слабонервных. Водитель грузовика, кажется, догадывается, что не проедет под мостом, не зацепив авто. Он включил аварийку, а затем медленно и безжалостно продирает крышу легковушки об бетон. Почему ему не жалко авто на своем прицепе, для меня загадка. Можно обратить внимание, что еще до столкновения авто на прицепе уже выглядит помятым. Возможно, он не в первый раз так проезжает под мостом. Нужно следить и за проводами. Мы видим, что короткое замыкание и высокое напряжение за считанные секунды могут поджечь грузовик. Не всегда причиной аварии является невнимательность. В этом видео мужчины заранее подумали о возможном перевесе и учли угол подъема. До самого верха кажется, что их план вполне сработает, но, к сожалению, их расчеты были неточны. Даже жаль, что все получилось, как всегда. Если бы грузовик впереди ехал ближе к середине дороги, то мог бы даже сразу проехать. К сожалению, он понял это только врезавшись в арку. Бетонные столбы посыпались, словно домино. Явно было превышение скорости, из-за чего водителя чуть не слетел с эстакады. Кто виноват в следующем происшествии? Водитель, который не рассчитал высоту или даже не заметил человека в люльке? Или рабочие, не предусмотревшие, что нужно ограничить движение по этой полосе? Напишите в комментарии свое мнение. Не знаю, из-за чего так сильно вздулось колесо этого комбайна, но удивляет беспечность оператора. Он подошел почти вплотную к огромному раздутому колесу и будто совсем не боится, что оно взорвется ему прямо в лицо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!